Еще какие вопросы? Тромбофлебид. Что надо понимать по тромбофлебиду? Первое, откуда он взялся? Ну или давайте вместе с тромбофлебидом рядом поставим варикоз, похожая болезнь. И еще бывает стадия далекой язвы. Знаете, язвы бывают на ногах? Ранки язвы. Когда мы говорим о застоях в ногах, о хронической венозной недостаточности. Так это называется по науке. Первое, что провоцирует болезни, это застой в ногах. И от него надо уметь избавляться. Задаю вам вопрос. Сколько часто надо избавляться от застоя в ногах? Как часто по жизни? Каждый день? Каждый или не каждый? Ну, может, если целый день провалялись на кровати, то не надо. А если вы жили обычный день, то к концу дня ноги как бы просят. Дай. Чего дай? Чего вы им даете? Отток. Вот это гудит, тяжелые, ватные там. Или отеки потом, или потом варикоз, а потом может быть тромбофлебид. Первое, что нужно, помочь избавиться от застоя. Давайте угадаем с одного раза, какой аппарат для этого здесь есть. Лайдстеп. Который берет, он прогревает. И он делает два режима массажа. Быстрый и медленный. Вены приходят в тонус лучше от быстрого массажа. Вы ставите ноги в конце дня. И я бы рекомендовал делать два сеанса подряд. Он на 15 минут, по-моему, заведен, да? 15 плюс 15. На быстром режиме. От боли. Массаж должен вызывать легкую такую вот неприятность или боль. Это полезно для вен. Вены быстрее в тонус приходят. Это нужно делать каждый день, сколько пользуясь ногами. Вопрос сразу задают всегда. А если тромбы, а не будет ничего опасного? Объясняю. Уже как специалист, врач. На тромбы, когда они есть в ногах, тромбы, в венах, на них не надо ничего на них прямо воздействовать. Для этого надо сделать УЗИ. А УЗИ сейчас вообще всем рисует картинку. И пишут, вот здесь есть тромбы, прямо на картинке. И вы знаете, в этом месте ничего не надо. Когда даже есть тромбы в венах, массаж сюда делать можно и нужно. Когда тромбов нет, а есть варикоз. Вот сделали УЗИ, вены чистые, но вздутые. Или лимфостаз там пишут. Лимфовенозная недостаточность. То на вены прямо можно применять аппарат Инфратап-2. Прижигая, массажируя, вибрируя, когда нет тромбов. Обязательно после такого воздействия горизонтальное положение. То есть вы венам дали хороший стимул, разгрузку. Если вы встали и пошли, то вены опять перетруждаются. Потому когда мы говорим о тромбофлебитах, о варикозе, о язвах. Имеем в виду аппарат принципиально, который всем нужен. Это LightStep. И дополнительный фронт, а второй, то обязательно час после этого лежать. И вены просят вас, чтобы вы им помогли. Обычно вечером. Вот тогда ими помогать надо. Перед сном и во второй половине дня дополнительно. Тромбы не отрываются. Это тоже хочу, чтобы вы услышали. Еще один анекдот, который говорит, что тромбы отрываются. Тромбы не отрываются. Когда тромб на вене образовался, его оттуда можно удалить только шесть часов первые. Потом невозможно. Это мы знаем по секционным вскрытиям. Сосудистая хирургия это точно знает. Что может быть? Это когда кровь густая и тромб есть, то может образоваться новый тромб. Это да. Но для этого как раз и надо избавить ноги от застоя. Ноги в этом плане рассадник. Ноги самая опасная часть, откуда густая тромб может взбиваться, как сливки в масло. Если вы представляете, сливки в масло. Вот так густая кровь может образовать новый тромб. И вот эту ситуацию надо устранять заблаговременно в ногах. Каждый вечер ваши ноги должны быть ухожены.